Также я хочу пойти к этому выступлению, ну забегали. Я говорю, я к этой пшенице никакого отношения не имею, дайте ее прокуратуру, пускай это разбирается. Алисия Федоровна показала свой непрофессионализм, когда начала говорить, что свободную экономическую зону мы возьмем вишню и будем через зону вытаскивать. Прочитайте законодательство, вообще свободная экономическая зона не имеет права заниматься производством сельхозпродукции. И даже если допускают, что там будет переработка в свободной экономической зоне, она в свободную экономическую зону входит так же, как и возится с Молдовы. Со всеми акцизами платится и так возится. Плюс после этого еще и свободная экономическая зона добавляет в свои накрутки. Вот в чем проблема. Они даже не понимают, что говорят. И в этом году приехала Ирина Федоровна, пятница приехала, ну конечно, все сельхозники ее ждали, собрались чешмекевские, наши собрались, все туристские собрались. Ждали ее, но она даже не зашла никому. Она подошла к одной кишневской фирме, сфотографировалась там на фоне их техники, посмотрела, покушала их вишню. И Олеся Федоровна уже заявила, что мы в этом году будем делать экспорт вишни. В прошлом году экспорт. Мы сливы видели, как сделали. Видели, как сделали персик, что раскорчевали все. Вот в Коврате в прошлом году где-то 30 или 40 гектаров раскорчевали именно вот этих хороших урожайных деревьев. Вот и все. Просто показывать. И мы когда начинаем, вот говорим, вот честное слово, даже обидно, вот так депутаты вышли. Я почему сказал, что которые в эту комиссию ставят туда, которые гранты не получают. Понимаете? Вышел Владимир Михайлович, обидно вот так положить. Нет, ну как бы образно. Владимир Михайлович сегодня, он значит, махнули ему там с третьего этажа, пошли, еще он по шапке получил, чтобы постановление получили, чтобы не раздавать по примариям. Вот так я думаю. Вот так. Будет, будет. И вы поверьте мне, потому что то, что делает сейчас пшеница, это просто пытается засунуть в конце воду. Все. Вот. И получается, вот как мы работаем. Владимир Петрович, посмотрел его выступление, 10 минут он говорил о газе, 10 минут он говорил о кшенице, и остальное время он говорил о этих грантах, которые дали через фонды. Понимаете? Вот для чего Владимир Петрович. Больше молодого газа нет проблем. Газ, чтобы полезеть. Вот это, чтобы полезеть. И тут же, что мне, вот, вверх цинизма, вот я вам говорю. Не, не, дай тебе, да, скажу мысль. Он говорит, вот работа в Гагаузии, это была самая вот это плодотворная, самая вот это, в моей политической, как бы, вот этой карьере. И как только появилось другое место, браты Гиппетизич, я уверен, что сейчас-то это начнутся выборы, а именно Федорович не досидит до конца срока. Я вам говорю это. Вот Владимир Петрович будет одним из кандидатов, который опять придется сюда и будет клясться в любви к Гагаузии. Вот, помните мои слова. Потому что, к сожалению, Ирина Федоровна, Георгий Георгиевич не даст соврать, закон все-таки в этой стране заработает. Все-таки заработает. Не сегодня, не завтра, но послезавтра он заработает. И за вот это все придется отвечать. Хотим мы этого или нет. И самая большая проблема Ирины Федоровны, что она 5 лет около Яралова жировала. Жировала. Она просто пользовалась вот этим, я говорю. И получается, что маленькая безнаказанность порождает большое беззаконие. Вот то, что творилось в Гагаузии в течение 5 лет. И сегодня, когда есть решение счетная палата, которая показывает, что есть вот столько, вот столько. И тут, получается, весь исполком встал на дыбы на эту неделю, посмотрите, какой информационный сброс. Все в РУС, у нас все нормально. И собирали, опять-таки собирали учителей и садики Камратского района. И 10 минут только говорили о учебном процессе, а остальные 40 минут доказывали, что пшеница на месте. Да пускай прокуратура разбирается, но если там все так чисто, чего мы боимся? Чего мы боимся? Все, благодарю.